У нас в студии Виталий Скрипкин, кандидат медицинских наук, заведующий женской консультацией Краевого перинатального центра. Виталий Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Мы вновь сегодня говорим об обследовании беременных. И вот, наверное, прежде всего начнем вот с чего. В каком сроке, в какой период женщине желательно встать на учет по беременности? Существуют рекомендации наших федеральных структур, которые подкрепляются нормативными документами и отчасти это влияет на качественный показатель женской консультации. Это сроки постановки на учет. По ним оценивают качество работы первичного звена, и поэтому рекомендации, которые существовали ранее, они укладываются в срок до 12 недель. Все это согласуется, естественно, с теми же документами, которые отвечают за диагностику первичной закладки благополучной беременности. И эти сроки у нас определены уже скрининговыми исследованиями УЗИ и относятся к периоду с 11 по 14 неделю. Этим все и обусловлено. Ну вот, и насколько я знаю, и вы, и ваши коллеги всегда говорят, чем раньше, тем лучше. Почему? Ну, есть ряд заполеваний, состояний и таких вот аспектов, которые все-таки рекомендуют раннюю постановку на учет, учитывая то, что в своей массе большинство беременных имеют те или иные состояния или заболевания, которые необходимо контролировать или сопровождать, как сейчас очень модно говорить. Поэтому ранняя постановка на учет – это сроки с момента прикрепления плодного яйца, так называемая эндокринная беременность, и до сроков визуализации – это уже 5-6 недель с наличием сердцебиения, подтверждающего наличие маточной беременности. Это сроки, которые уже могут позволить женщине встать на учет. Дальше будет следовать первичное обследование, необходимый контроль за состояниями здоровья. Как я уже сказал, сейчас около 20-25% всего женщин обладают физическим здоровьем, позволяющим беспрепятственно и без каких-либо осложнений вынашивать беременность. А все остальные женщины имеют особенности все-таки в своем здоровье и в течение беременности. А так как мы знаем, что беременность – это колоссальная нагрузка на организм женщины, то все эти болезни, явные или скрытые, они выявляются при настоящей беременности. Это заставляет нас быть, в общем, на чеку. В. Алексеевич, вот если говорить о таких вот обязательных обследованиях, обязательных таких вот процедурах, да, хотя, может быть, это не совсем верное слово, вот что включает в себя, вот как часто должна женщина появляться у врача, если у нее, ну, если так, в целом все в порядке, если нет каких-то особенностей? Ну, опять же, мы регламентированы действием наших нормативных документов, которые предписывают определенную кратность наблюдения данных пациентов в зависимости от групп риска. Женщины, имеющие, так сказать, заболевание, они несколько чаще посещают специалиста в ряду своих причин, а женщины с физиологически благополучно протекающей беременностью посещают до 20 недель раз в месяц, начиная с 20 до 30 недели раз в 2 недели, и после того, как они уходят в декретный, они посещают каждые 7 дней с соответствующим набором сдачи анализов и проведением тех или иных физикальных исследований. Ну, вот, например, такое исследование, как ультразвуковое исследование, да, ведь оно делается несколько раз в течение беременности, и, насколько я знаю, вот прям очень важны сроки, которые, ну, желательно, не то что желательно, да, просто нельзя пропустить. Вот что это за сроки, почему это именно так? Все сроки, конечно же, они многократно были с точки зрения медицинской статистики выявлены, определены, и они называются скрининговые. Они в первую очередь опираются на то, что мы стараемся выявить ту или иную патологию, то есть пороки развития данной беременности, и частота выявления этих пороков соответствуют этим скрининговым исследованиям. То есть первые, наиболее ранние пороки мы выявляем в сроке с 11 по 14 неделю, к этому относятся периоду, как раз первый скрининг. Второй скрининг мы относим уже к сроку 18-21 недели. Опять же, он перемещен по сравнению с прошлыми нормативными документами и приказами в связи с тем, что мы вступили в программу, или, точнее, подписали документы, определяющие начало преждевременных родов с 22 недель, ранее это было 28, и поэтому сроки скринингового УЗИ переместились с 18 по 21 неделю. Потому что при выявлении несовместимых пороков семье или пациентке предлагается завершить эту беременность, то есть прервать ее. Поэтому сроки были перемещены. Хотя с позиции диагностики, и отмечает это и, так сказать, профессиональное сообщество, все-таки оптимальны были сроки, которые были ранее предложены, до 24 недель. Потому что ряд состояний и заболеваний диагностируются именно в этот период. Ну да, и вы говорили о том, что есть какое-то изменение, что этих исследований раньше предполагалось больше, да? Больше, конечно. А сейчас меньше. Но все-таки вот вы как доктор, да, уже с большой практикой, с большим стажем, все-таки вы как-то советовали бы вот третье проводить УЗИ? Или здесь вот уже как-то на усмотрение врача и пациента? Да, существует тоже ряд состояний, которые мы не можем игнорировать. В первую очередь это социальный статус пациента. Зачастую у нас многие пренебрегают вообще фактом постановки на учет. Реже пациенты становятся на учет в поздние сроки. И когда пропущен и первый, и второй скрининговый период, то есть это и до 14 недель не осмотрена пациентка на УЗИ, и до 21 недели, то приходится ее направлять в тот период, когда она обратилась. И зачастую, это не так редко, мы выявляем те или иные состояния, чаще всего это пороки несовместимой жизни. И для того, чтобы в дальнейшем пациентка могла все-таки сделать выбор и вынашивать эту беременность или не вынашивать, зная о том, что происходит внутри ее организма, она должна, конечно, быть обследована. Виталий Алексеевич, ну понятно, что мы не можем и не будем разбираться в причинах, почему же женщины не встают на учет, да, или встают поздно, почему так, ну, я не говорю про всех, да, именно про тех, кто это делает, да, там затягивает или вообще пренебрегает этим. И тем не менее, вот, может быть, насколько доступны все эти обследования? Вообще вот обследования, вот все вот эти вот скрининговые мероприятия, связанные с беременностью, они доступны для женщин? Абсолютно доступны, и уже в течение десятков лет существуют программы, которые первоначально создавались как программы развития здравоохранения на той или иной территории и в федеральном состоянии, или в смысле в целом. Эти программы ежегодно утверждались или там на период каждые пять лет. То есть это бесплатно для женщин? Это абсолютно бесплатно, доступно, и эти вот программы, они предусматривали как раз проведение исследований в определенные сроки. И все это доступно, несмотря на то, что у нас территории большие, и, так сказать, разброс населения, его плотность не такая высокая на территории Хабаровского края. Пациентки, приезжающие в краевой центр, имеют возможность пройти это УЗИ, то, что может отсутствовать на их территории из-за отсутствия специалиста или того или иного оборудования, бесплатно. То есть они приезжают, и перед родоразрешением их обязательно осмотрят. По показаниям. То есть причины, конечно, в каждом конкретном случае, наверное, можно в этом разбираться, но то, что это есть, то, что это доступно, и это возможно сделать, это абсолютно верно. Игорь Алексеевич, ну вот все-таки в завершении нашего разговора, да, мы больше говорим сегодня про обследование беременных, но вот все-таки мне хотелось бы вернуться к такому вопросу. Вот такая тема, как планирование беременности, да, если женщина, да, семья, если задумываются о ребенке, все-таки как начинать, наверное, все-таки не с беременности, да, вот все-таки с чего это планирование желательно начинать? Ну, это традиционно уже тема давно исследуемая, и многократно уже и зачитывались различные доклады, и в научной литературе все это обсуждалось. Существует даже протокол при гравидарной подготовке, разработанный Виктором Есеевичем Родзинским, и поэтому трудностей не возникает. Если человек попадает на достаточно профессиональное консультирование, то есть доктору, который имеет всю эту информацию, то пациенту будет разложено по полочкам практически все ее действия, которые она должна совершать, в частности, подготовка к настоящей планируемой беременности совместно с супругом. То есть каждому будет объяснено, какие их действия, в чем это заключается, то ли это будет касаться медицинского кода обследования, то ли изменения образа жизни, то ли определенная диета, и все это будет подробно и профессионально объяснено. То есть это нормально, если пара приходит к врачу и говорит, что еще беременности нет, но мы хотим ребенка. И как к этому подготовиться? Это абсолютно нормально. Это абсолютно нормально, это должно присутствовать в нашей жизни. Алексей Алексеевич, большое вам спасибо. В студии у нас был Виталий Скрипкин, кандидат медицинских наук, заведующий женской консультацией Краевого перинатального центра.